Приветствую вас! Знаете, когда-то в СССР была такая рубрика, что бы ты сделал, если был директор. А знаете, можно такую рубрику сделать, что бы сделать, если главой НБУ. Вот понимаете, сегодня очень уникальный день, и если правильно было все сделать, можно было сделать какими-то причинами. Помните, время от времени я задаю вопрос, а можно ли курс вернуть? Я говорю, можно! Можно! Сейчас расскажу как. Вот смотрите, сделано вначале все правильно. Вчера Национальный банк забрал с рынка 13 миллиардов. Ну, продал депозиты 45. Молодец! В результате остатки на корсчетах стали 35 миллиардов. Следите за мыслью. 35. Пару дней назад было 43. Ривны меньше. Понятно? Сегодня на продажу выставили почти 300 миллионов. Пару дней назад было 200. То есть Национальный банк видит, на продажу выставили больше. Почему больше? Заходят просто, выручка зашла. Значит, у нас же не ритмично заходят. И вот сейчас тот момент, когда выручки зашло больше. Понимаете, зашло больше выручки. Ловите момент. Ловите, ловите. Но не каждый день так бывает. И вот здесь вначале сделал Национальный банк правильно, забрал время. А вот здесь сделал неправильно. Понимаете, что нужно было сейчас сделать? Надо не скупать валюту. А продавать. Серьезно. Сейчас бы Национальный банк вышел в Национальный банк и сказал, я продаю 50 миллионов по курсу 24.96. Да, да. Главное напугать. Можно продать за эти 50 только 2 миллиона. Это не принципиально. Тут трюк заключается в том, главное напугать. Плюс, правильно дать интервью к советскому асфальту. Почему правильно? Ну, чтобы, знаете, так обтекаемо дать понять людям, что вот курс на сегодняшний момент 25-26 это высокий. А для экономики Украины будет курс 20. Плюс, рассказать так невзначай, что вот есть некая договоренность непонятная с темой ВФ, что курс все-таки Украины чрезмерно завышен по прогнозам специалистов должен быть не больше чем 18. Тут главное создать ауру. Но смотрите, в чем главная фишечка. Еще раз, сегодня уникальный день. С одной стороны, если слишком валюты, не каждый день бывает, сразу говорю. С другой стороны, зажали гривну. Вот сейчас вы продаете на межбанке по очень низкому курсу, чтобы паника была. Понимаете, банки будут думать, так, если у нас банка будет по 25. А у меня сейчас по 25-6. Что я буду делать? Я продаю. Я по 24 продал. Но! Завтра что у нас? Суббота. Представляете, заканчивается день и средний курс на межбанке 24-96. 24-96. Не 25-6. Это чепуха. 24. Что будет? Паника будет. Представляете, за выходные как народ изведется. С утра что будет? Побегут. Побегут. Вставать. Валюту. А вот тут надо гривну взять. Сильно взять. Вот не 13, а я 17 миллиардов. То есть надо, чтобы был гривневый голод. Человек приходит в обмене, а гривни нету. Навертво нету. Нет. Чтобы правильно. 24, 23, 22. Вот как лавина покатится. Причем желательно, чтобы назвал каждый день. Еще немножко продал. Вот. Уже 25 это много. Я по 24-50. Потом 24. Потом 23. И можно сделать 20. И можно меньше сделать даже. Серьезно. Вот так это делается. Ах, жаль. Они это не умеют делать. Ах, жаль. Я б сделал. Ах.